Икс Икс, с вами Белевикс. Всем привет! В данном видео я бы хотела вас удивить и надеюсь у меня это получится. Сегодня ко мне неожиданным сюрпризом пришел этот сет. Сколько же было счастья, когда я увидела этих кукол. Но впрочем, как и обычно, релизов и промо-фото этого набора пока что не было. Поэтому, когда я посмотрела на этот наборчик в своих руках, мое лицо было таким. Данная серия называется First Rockers, что переводится как ужасные или же пугающие рокеры. Чуточку попозже расскажу вам про историю этой серии. Что да как. В набор входят две крутые кошки. Это добрая Кэти Нуар и злючка Торелли Страйп. И это огромное комбо. Две популярных кошки в одном наборе. Так как куклы в музыкальной рокерской тематике, то я осмелюсь предположить, что коллекция выпущена в 30-летнюю годовщину нашумевшего американского музыкального фантастического фильма. Джем и Голограммы. Фильм снят по мотивам одноименной серии игрушек и анимационного телесериала, который шел в США с 1985 года по 1988 год. Юная Джерика Бентен и три ее сестры, родная и две сводные, живут в небольшом городке, пишут песни и поют в любительской группе Джем и Голограммы. Однажды одна из них выложит клип группы на YouTube и их жизнь изменится навсегда. Выдержат ли девочки испытания славой? В целом соревнования самих Монстр Хай персонажей Кэти Нуар и никогда не певшей Торелли составляют нас задать такой же вопрос. К слову, в линейке Барби уже давно были придуманы такие куклы. А так как папочка у Барби и МХ1, компания Мотел, то и грех не выпустить таких раскрученных персонажей. Рассмотрим сначала коробку с куклами. Она сделана из прозрачного пластика в новом стандарте. Она в фиолетовых тонах и наверху есть вставка в виде блестящего шара на дискотеке. Из-за этого создается впечатление, что эти куколки из серии Зонби Шейк, но оказалось это совсем не так. Есть герб и надпись Монстр Хай, с другой стороны вставка с музыкальными инструментами, гитарой, микрофоном. Также есть прекрасные арты героев. Они очень красиво нарисованы. Они такие же мимишные, как и куколки. Ниже имена героев, входящие в серию, и логотип серии, скрипичный ключ и парочка нот. Возрастное ограничение кукол 6+. Сбоку все как обычно. Арты, имена и надпись Монстр Хай. Куколки сделаны в Индонезии. Задняя часть представляет нам огромные мордашки кошечек, их имена и названия серии на разных языках. Вот почему-то на русский перевели слова Фирс Рокерс как Монстрическое Трио. Хотя откуда такое взято? Куклы в наборе вроде бы две, или мне так кажется? Немного странно. В эту серию также войдет тройной сет Складин, Венеры и Дженнафайр. Вот это уже Монстрическое Трио. Кстати, этот набор уже был найден в Калифорнии, в США. Внутренняя часть коробки иллюстрирует сцену, музыкальные инструменты, в том числе и барабан, на котором играет Монстр, похожий на Дьюса. В набор входят две подставки, два микрофона в руках кукол и дневничок. Ну дневничок это что-то. Почему-то, когда я на него посмотрела, я подумала, что это брак. И только потом поняла, что это такая изюминка. Все наоборот. Прям как и с именами кукол на коробке. Дневник разделен на две части. Первые две страницы посвящены записям Торелли. Последние две страницы для Кэти. И получается такой некий перевертыш. Что ж, посмотрим, что они пишут. В школе проводится конкурс талантов, и Монстр, получивший наибольшее количество голосов, будет петь со мной дуэтом на благотворительном концерте. Это пишет Кэти Нуар. Всю неделю Торелли с готовностью помогала. Она подавала напитки и закуски, и даже украсила шкафчики для одежды. Но я не увидела репетиции для подготовки конкурса талантов. А эта бедная кошечка совсем не умеет петь. Торелли победила, и мы с ней выступаем завтра. Теперь мы с вами в курсе, что творится у девчонок. Ну а теперь рассмотрим куколок. И начнем с Кэти Нуар. Волосы у нашей красотки распущенные прямые ярко-малинного цвета с краплениями бирюзовых на внутренней части. Они очень мягкие и приятные на ощупь. Внутренняя часть ушек окрашена в розовый. Сережек, к сожалению, у Кэти нет. Впрочем, как и у Торелли. Макияж яркий. Брови фиолетового цвета, тени малинного и серебряного цветов. Помада серебряного цвета. Вокруг левого глаза стилизованная половинка сердца в виде разбитого стекла. На Кэти одет сумасшедший крутой комбинезон. На нем принт разбитого стекла. Лацкан малинового цвета, стилизованный под кожей. Есть имитация молнии и маленькая застежка. Рукава и штанины асимметричны. Создается впечатление, что они оторваны до начала конкурса в яростной борьбе. В левой руке у Кэти серебряный микрофон, на котором есть черепок Monster High. На другой руке малиновый браслетик с шипами. Есть массивный пояс, сделанный из малинового пластика и крутое украшение на правой ноге с шипами. Довольно колючие. Обувь голубого цвета с перламутром, открытая в виде босоножек. Носочек довольно длинный и острый. Теперь рассмотрим злючку Тор или Страйп. Волосы у Торы сильно залачены оранжевого цвета с краплением черных прядей по бокам. Стрижка каре, как у базовой и фрикифилд трип. Тени у куколки металлического оттенка. Под правым глазом подтеки, как будто бы ее поцарапали и она замазала все это зеленкой. Помада черного цвета, как и у всех рокеров. За плечами куклы стилизованная мантия, плащ, со стоячим воротничком цвета морской волны, что напоминает медузу или какого-то неземного спрута. Как гласит инструкция, эта нижняя часть украшения снимается, но довольно трудно. И держится на таких вот колышках. Пояс довольно широкий и выполнен в таком же цвете. Из одежды есть черный блестящий купальник из кожи змеи с тоненьким и неполным парео. На ощупь как бумажка или же баллонник. И дополняют образ браслеты на руках. Ну и собственный микрофон. Сапоги у Торы длинные и такие же, как у Торы из серии супергерои, но полностью черного цвета. Хвостики у монстряшек не гнутся. На этом наше видео подошло к концу. Ставь лайк, если тебе было интересно меня слушать. Подписывайся на канал и жди новые видео. Be cool and crazy. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok